Да, здравствуйте, Мария Владимировна. Да, здравствуйте. Я вас также хочу поздравить с наступающим. Спасибо. У меня три вопроса. Первый очень немножко длинным будет, но... Вот в 18 дней блокирован Лачинский коридор, и учитывая, что фактически Россия не в состоянии самостоятельно принудить Азербайджан выполнять стелусторонние заявления от 9 ноября 2020 года, встает вопрос, а возможно ли сотрудничество сопредседателя Минской группы ОБСЕ вот в этом вопросе, учитывая, что и Россия, и США, и Франция примерно одинаковую позицию занимают в вопросе разблокирования Лачинского коридора и вообще предотвращения гуманитарного кризиса в Атцах. И продолжение этого вопроса. Учитывая гуманитарный кризис и то, что дорога закрыта, возможно ли задействование аэропорта Степанакета для поставок каких-либо грузов в Атцах, учитывая, что там уже дефицит очень многих продуктов? Что касается задействованного аэропорта, то это не вопросы компетенции Министерства иностранных дел. Что касается Минской группы, которую вы предлагаете или вы спрашиваете о возможности ее задействования, я напомню о том, кто ее заблокировал, кто заблокировал ее работу. Это была не Россия, поэтому мы не блокировали работу группы. О ее нынешнем состоянии недавно очень четко высказался министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. Добавить просто к этому нечего. Ну а что касается критики в адрес России, российского миротворческого контингента, в данной ситуации я считаю, что это неприемлемо. Мы неоднократно говорили, что российские миротворцы делают все возможное для урегулирования обстановки на земле. Никакие публичные нападки делу не помогают. Ситуации были и похуже. Работаем для того, чтобы ситуация была улучшена. Вот это то, что я могу сказать. Вот продолжение этой темы. Вот только пару часов назад премьер-министр Армении на заседании правительств заявил, что если Россия по объективным или субъективным причинам не в состоянии обеспечить стабильность на горном Карабахе, то он предлагает инициировать обсуждение Совбези ООН для получения или мандата для миротворцев российских, или для отправки в Нагорный Карабах дополнительного многонационального миротворческого контингента. И еще он там, продолжение этой темы, сказал, что для Армении, хотя Армения является убежденным сторонником присутствия миротворцев, но для нас неприемлемо все более видимое поведение российского миротворческого контингента, которое становится молчаливым свидетелем этнической чистки в Нагорном Карабахе. Вот как бы это прокомментировать? А мне можно задать тоже вопрос? Без миротворческого контингента кто-то сможет сказать ответственно, 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 это имеется в виду не сиюминутно, а с несением ответственности дальше, было бы лучше? Я думаю, что ответ-то очевиден. Поэтому можно сколько угодно говорить о том, что можно повышать эффективность и так далее. И я еще раз повторю, что разрешением этой ситуации сейчас все занимаются. Но говорить и заявлять подобные вещи, это просто не понимать реалии на земле, мне так кажется. Вы сегодня говорили про секретаря СУБИ за Армении, Армена Григоряна. Это не я говорила, я не говорила, это был вопрос. Да, вопрос был. Вот в этом интервью, кстати, о котором упоминали, он заявил, что Армению принуждают предоставить коридор через свою суверенную территорию, принуждают вступить в союзное государство. И вот как вы это прокомментируете? Вообще хочется узнать, да, эта тема очень широко сейчас муссируется в Армении. Есть ли в повестке армяно-российских отношений вопрос вступления Армении в союзное государство или предоставление через территорию Армении неподконтрольного армянским властям коридора Азербайджана? Вы знаете, а можно задать вопрос, а на кого ссылаются люди, которые об этом говорят, о том, что их принуждают? Вот на какие факты они ссылаются? Есть какие-то факты? Как происходило принуждение в дружеской обстановке за бокалом красного вина или жестко происходило это принуждение? Как принуждали-то? Ну, это же надо понять, как это все происходило. Или просто вышел человек и говорит, знаю, что принуждали. Даже помню, но не помню кто и не помню как. Вы понимаете, должны быть хоть какие-то факты. Если люди делают подобные заявления, не предоставляя факты, и причем конкретно упоминают страну, не просто, да, как тенденции говорят, а непосредственно предъявляют претензии к стране, будьте добры, подкрепите это фактами. Ведь это же факты, на которые якобы ссылаются, что они были. Ну так покажите, расскажите, тогда можно будет что-то сказать дополнительное к тому, что уже было сказано, в том числе и пресс-секретарь президента, о том, что никто из российских чиновников никогда ни о чем подобном не говорил. Я имею в виду о присоединении Армении к Союзному государству. Ну и все оценки подобного рода высказываниям также были даны. Но еще раз, хоть что-то же надо предъявить. И, кстати, то же самое можно сказать применительно к утверждению о том, что мы якобы навязываем Еревану некий неподконтрольный ему коридор через территорию Армении. Это фейк, о чем тоже неоднократно говорили. В соответствии с заявлениями лидеров России, Армении и Азербайджана от 11 января прошлого года, в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе обсуждаются различные пути открытия коммуникаций. В их числе вопросы, связанные с восстановлением движения по железнодорожной ветке на юге Армении. Один из принципов этой работы, который не оспаривается ни Баку, ни Ереваном, таком, что суверенитет над маршрутами принадлежит той стороне, по чьей территории они пролегают. Спасибо. И вот последний вопрос. На днях прошла встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии в городе Кассири. И вот там министр обороны Турции заявил, что в 2025 году армия Азербайджана должна соответствовать всем требованиям и стандартам вооруженных сил Турции. И прямая речь, да, вооруженные силы Азербайджана и Турции становятся единым организмом и будут выполнять общие задачи и цели, стоящие перед двумя государствами. Вот хочется узнать, как в Москве относятся столь тесные интеграции в военной сфере Азербайджана с одной из ведущих стран НАТО, или все претензии России проникновению НАТО на подсоветское пространство, не касаются Турции. Мы уже говорили, что у каждой страны есть суверенное право развивать военное и военно-техническое сотрудничество с другими государствами. И при этом мы регулярно доводим до партнеров в регионе тезис о том, что такое взаимодействие не должно быть направлено против третьих стран и не должно нарушать сложившийся баланс сил в Закавказье. Это в равной степени относится к этой ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok